ну что всем привет привет у нас там будет присоединяться всем добрый день я представлюсь меня зовут ефремова юлия я топ мастер и инструктора уже с опытом работы более 8 лет я из воронежа являюсь инструктором как оффлайн живые курсы так и онлайн мы уже знакомились с вами на прошлом эфире так что теперь будем с вами видеться регулярно так девчонки скажите мне кто присоединился как видно как слышно добрый день всем привет 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 рада всех видеть спасибо спасибо за сердечки мне приятно скажите слышно хорошо видно хорошо все отлично все тогда мы собственно переворачиваем камеру и начинаем не теряем времени все отлично спасибо марина три секунды технические моменты вы пока полюбуйтесь тип сами сейчас свет настроим ох шикарно все видно по моему да так 5 секунд я перчатки так ну что свет вроде бы хорошо все видно да все отлично у нас сегодня с вами будут неоновые пигменты если вдруг кто забыл и забросил я вам сегодня напомню так смотрите девчонки я вообще ну как сказать да с яркими тоже не все конечно да там любят ходить но я вот от этого дизайна кайфанула пока я рассказываю показываю может кто-то знает как это делается и напишет мне ну вот это я просто сюда прикрепила просто яренькая красивая тоже пробовала кто расскажет мне как я это делала то есть вот я говорю про вот эти типсинки вот эти две ну вот эти я подбирала как бы к нашим цветам вот это вот может быть кто-то в курсе как это делается я пока приготовлю типсы нам и и мы будем с вами начинать я буду читать ваши комментарии так что если что пишите вопросики я всегда рада ответить прокомментировать нам нужен будет белый цвет ну в основном да то есть под сам этот дизайн белый цвет ну а там мы уже подбираем да сейчас я покажу что у меня здесь как бы использовано да вот под этот дизайн я использовал использовал этот 482 цвет красивым такой синий фиолетовый до втирка пигментом да 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 все верно но тут самое волшебство случается потом когда мы это все вытираем не знаю нужен вот этот цвет нам или нет ну пусть я люблю когда светло вот под этот дизайн я использовала вот этот неоновый цвет 484 но как вы уже поняли да то есть можно добавлять в зависимости от того да какие у вас цвета в наличии можно компоновать любые то сюда мы могли бы взять зелененький да вот под этот дизайн сюда также можно было и желтый взять да то здесь уже там остальные пальчики например могли бы быть желтенькими вот так что мы сегодня с вами будем фиячит такую красоту значит что мы готовим с вами мы готовим белый цвет и конечно всегда такой ходовой в дизайнах топ это топ т-класс без него практически наверное ничего у нас не обходится белый покрываем я как бы всегда еще за то чтобы не было перебора да но под такие яркие ну то есть если ты даже два пальчика сделаешь да и вот я себе делала ходила у меня естественно клиенты когда видят они тоже все сразу хотят все это так мы поставили сушиться но обычное то есть как цвет мы сушим 30 секунд ничего там нам нет извиняюсь девчонки вот видите уже как бы в эфире спешишь думаешь быстрее быстрее и 15 секунд но тоже с белым цветом под свою лампу всегда старайтесь очень аккуратно быть потому что белый цвет может не просохнуть и сморщится поэтому здесь всегда очень внимательно то есть меньше 15 секунд тоже вряд ли получится и смотрите я всегда вот взяла ведь еще дополнительный листик то есть когда мы работаем с вами с неоновыми пигментами я обязательно даже если я работаю с клиентом или я делаю себе я всегда вот так стилю листик иначе все просто будет в этом пигменте поэтому всегда внимательно аккуратненько нужно вот такая вот ну у меня просто вот старая кисть там овал она очень мягенькая и ей удобно втирать и также для самой как бы прорисовки нам нужно будет любая но не сильно тонкая то есть там мазочек любой любая кисточка вот вот мы с вами 15 секунд просушили и берем ну давайте может быть я не знаю вот так вот возьмем желтый и синий у меня зеленого нету но мы здесь сами его как бы сделаем он получится при переходе из желтого в этот зеленый можно даже не брать он получается вот смотрите я всегда во первых желтый ставлю отдельно то есть мы посыпали чтобы в него но тут вот видите я спешила и накоси порила и когда мы смешаем желтый и синий у нас получится зелененький и я прям беру вообще не заморачиваюсь прям на весь ничем здесь не покрыто просто белый цвет и мы берем с вами начинаем наносить пигмент прям на наш белый цвет вот видите нужно всегда очень аккуратненько то есть другой пигмент убираем всегда беру синенького и во-первых можно вот здесь смешать у нас с вами получается зеленый такой переходной видите на бумажке то есть всегда можно как говорится выйти из положения делаем прям сюда видите чуть-чуть зелененького чтобы у нас был с вами плавный переход и уже потом можно вот синенького добавить ведь я сделала на всю типсу кто-нибудь понял что мы будем делать не видите желтый чуть-чуть берешь и уже ведь он пачкается поэтому очень аккуратно бронет да что такое на пальце где-то все мы здесь не досушиваем ничего то есть нам пока этого достаточно обязательно пигмент закрываем листик у нас конечно будет такой грязный почему ты видите даже отдела перчатки и сюда постелила потому что это все в пигменте все мы вот так вот пальчиком просто убрали и теперь что мы берем но я возьму не палитру а возьму вот это вот как-то надо чуть-чуть сдвинуть чтобы чтобы было видно я копаю вот сюда на палитру топ ты класс вот тут вот если я вам сейчас покажу вот здесь у меня но здесь конечно под глянцевым да может быть не так читается видите как подматываем очень красиво смотрится она прям так четко все красиво вот здесь я рисовала чистым т классом вот здесь если вы обратите внимание видите немножко такой молочный оттенок вот если кому-то чистым топом рисовать сложно вот смотрите я беру на палитру наношу то мы так вот сделаем с вами два варианта и смотрите беру кисточку ну какой мы будем рисовать например пятнышки то есть можно использовать белый просто цвет гель-лака да допустим сюда добавить но там нужно просто малейшая капелька и он будет такой слегка молочный кто или же если кому-то сложно чисто прозрачным можно взять ну просто к примеру говорю там например 175 пигмент добавляем прямо в топ во первых это придаст там такую изюминку там быть немножко такое мерцание так видно там видно в кадре во первых вам будет легче рисовать потому что вам будет видно с прозрачным просто не все например расправляются да он конечно где-то и у меня там тоже вы это может мне кажется это нормально ничего здесь такого нету просто подматываем видно вот видите кое-где у меня например эти точки тоже слились но я считаю что в дизайне это очень даже прикольно смотрится и опять же можно задействовать всю поверхность до ноготка зарисовать а можно вот как у меня например да частично и что-то наклеить то здесь уже тоже вы смотрите по желанию так пигмент я добавила вот можно капельку беленького и тоже получается красиво смотрите я поближе вам покажу чтобы было видно то свете он совсем совсем чуть-чуть молочный топ у нас становится и мы вот этой кисточкой то есть она не линеарная не тоненькая прям чтоб там сказать начинаем с вами ставить пятнышки ну здесь вы уже смотрите да то есть где-то вы рисуете побольше пятнышка где-то поменьше здесь уже от вашего желания это типа вот а-ля техника рептилии что-то такое смотрите девчонки если ну понятно дело и я сейчас тоже буду я буду просушивать естественно то есть вот я включила буквально на три секунды и в лампу а для того чтобы они не растекались и продолжаем с вами дальше рисовать просто без разницы то есть я тут вам скажите видно вообще что я делаю да видно все хорошо видно а я не стараюсь здесь какие-то прям мы можете вообще просто там поставить круглые точечки то есть вообще не принципиально здесь где-то там будет крупнее такой вот камушек где-то это там точечка получится да вообще не принципиально вы для себя там какой-то узор нарисовали в голове да и на образце клиенту уже как бы у вас смотрят там выбирает да а так вообще абсолютно здесь не принципиально не я обычно ну как бы краешку все равно там уменьшаешь до стараешься их меньше чуть-чуть делать кисти обычно вот я видите чуть-чуть и прокрутила вытерла и она становится тоненькой что на в себя материал впитывает можно вот еще подсушить их немножечко все буквально вот там на три секунды так ну видно вам по моему да но самое волшебство будет потом понятно что я буду делать девчонки или пока не совсем понятно какой у нас будет с вами итог какой у нас будет с вами итог то есть смотрите можно было зарисовать весь а можно вот как у меня там не навсю да то есть уйти как бы на уменьшение и как бы остановиться на этом наклеить там какую-то надпись мне тоже нравится все вот теперь мы когда доделали отправляем уже в лампу на 60 секунд нам нужно просушить ее топ хорошо кисть естественно вытираем я еще конечно люблю очень неоновые пигменты на черном это конечно вообще космос космический тоже вот кто клиенты не боятся да кто черный любит и летом и зимой то вот прям а если здесь конечно вот рептилия нужно порисовать то вот эти вот варианты особенно вот этот вот общий ляпушки это просто вообще милое дело вот здесь конечно чем только отличается дизайн то что я рисовала вот такие вот полосочки а смысл будет такой же смысл такой же вот просохла наши с вами типсинка и теперь вуаля смотрите еврок ну обезжиривателем вряд ли сотрется это поэтому я беру что я беру ремовер который для снятия лака гель-лака соответственно на салфеточку и вытираем потому что вот если просто обезжиривателем он оставит вот этот пигмент на белом цвете а нам нужно все хорошо очистить вот эти там белые кое-где просох плохо и даже вот эти прилипло все равно вот видите получается такое вот волшебство я вообще я балдею от этого дизайна он простой это естественно когда ты на камеру у тебя получается долго это все ты рассказываешь там показываешь да а когда ты уже отработаны это делаешь что это вообще двухсекундное дело так ну давайте что-нибудь надо нам париколеть прикольненько есть вот такие вот даже у меня старенькие шарми кончики здесь тоже прикольные есть ну тут весны с летом наверное ничего нету но тоже мне нравится но они вот кстати здесь у меня наклеены давайте вот что-то из новеньких посмотрим тут много параллета вот такие вот есть тоже классные надписи такие вот нежные тоненькие и вот то что из последних шарми конов тоже классные здесь надписи давайте что-нибудь выберем ну то есть вот видите вот типа вот такого тоже классно сюда подойдет ну белый понятно он там не виден будет так вот мы сейчас с вами сделаем возьмем вот какую-нибудь просто черненькая то есть у нас здесь с вами обезжиренная поверхность и поэтому я клею шарми кончик смело он приклеится все будет хорошо держаться и например можно вот золотую какую-нибудь надпись и все ну и соответственно перекрываем топом но опять же но давайте вот здесь сделаем наверно матовый я всегда ну понимаю заранее да чем я там буду работать хотя опять же вот у меня вроде и матовые глянцевые всякие есть давайте наверно в глянце что ли оставим не знаю кому что больше нравится соответственно я беру т-класс потому что надо здесь в два слоя на как бы перекрыть выровнять дизайн и запечатать наши шарми кончики с вами она не толсто кажется что я там доделал такие капельки в принципе вот двумя слоями достаточно все выравнивается все отправляем сушить можно еще знаете какой вариант тоже красиво будет смотреться что у меня есть из текста и добавить текст добавить текст тоже будет очень классно смотреться сейчас мы с вами попробуем получается тоже такое сочетание интересно но мы представим что у нас просохла я всегда говорю что на клиентах конечно нужно покрывать в два слоя топом теперь я беру ультрашайн потому что он более такой стеклянный носибельный держит все хорошо тем более что у нас белый цвет да и нам нужно чтобы все проносилось хорошо можно естественно там перевернуть пальчик клиента все это там выровнять и отправляем с вами сушить вот давайте попробуем другой вариант сделать и добавить как бы в это сделаем вот так на весь ноготок без надписи уже соответственно но сделаем варианта с добавлением стемпинга то же самое я беру белый и отправляем сушить покрыли не забываем нам нужно где-то секунд 15 просушить чтобы не пересушить белый цвет но и в то же время видите нужно очень аккуратно и иначе если совсем рано достанете он скукожится поэтому здесь тоже все как говорится в меру должно быть так вы мне подскажите там все хорошо видно нормально на камеру вот это тип синка с вами у нас готова смотрите вот вариант в матовом и вариант в глянцевом ну тут опять же я всегда говорю на любителя но видите вот в матовом просто он как-то четче что ли смотрится видите вот прям такие границы четкие красивые ну в глянцевом тоже есть свой плюс так просохла наши с вами типсы давайте возьмем вот так здесь сочетание розовый и желтый такие вот пигменты девчонки номера не скажу конечно сейчас нужно смотреть это по каталогу на сайте берем тоже начинаем естественно желтенького желтенького и можно наоборот вот тут сверху взять например до желтый мы когда смешаем розовый желтым у нас получится какой оранжевенький да то есть его можно было как бы и так взять сделать какая нам разница да ну для того чтобы получился до более такой плавный переход и розовенький берем так видно и аккуратно говорю опять же желтый убираем аккуратненько все вот эти по сути тоже такой градиенте к у нас получился красивый легкий все убираем и теперь смотрите что мы здесь сделаем с вами то есть можно взять вообще как бы любой до орнаментом ну вот красиво смотрится когда мелкий текст у меня сейчас вот только вот такая пластина есть и вот когда мы с вами отпечатаем так я сейчас пока вот этот листик свернул это уже тут прям у меня почему я говорю видите я подстелила листочек у меня все чистенько хорошо так готовим теперь под стемпинг черным соответственно будем печатать черным 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 все на готове у нас открываю лак с лаком да мы помним что нужно все делать быстренько все должно быть под рукой под рукой должно быть берем лачок все перенеслось у нас с вами и отпечатываем не хватило чуть-чуть но я думаю это не страшно у нас же будет с вами это как бы кусочками смотрите она вот даже так красиво но я допустим если под такой яркий дизайн я бы взяла там что-то другое да наоборот пошире какой-то дизайн но мы-то здесь с вами будем делать по-другому стемпинг мы убираем и теперь то же самое только здесь давайте возьмем не белый а возьмем вот такую вот штучку чуть-чуть с этим с пигментом еще чуть-чуть добавлю только и то же самое зарисуем с вами ну давайте здесь зарисуем как бы всю поверхность по максимуму до дорогова то и в тирке взяла вот смотрите сейчас постараюсь поближе показать видите она поблескивает это же вариант очень красивый немножко как бы тоже эти пигменты усмиряет если может быть там знаете не все любят яркие чересчур ну и вам например видно и не забываем подсушиваем девчонки и не рисуем не спешим я же говорю подсушиваем иначе все совсем сольется ты класс он конечно очень комфортный топ но зарисовать всю поверхность за один раз не получится пятнышки сольются и будет как бы некрасиво я думаю что нам здесь конечно не видно пока что я делаю да ну главное чтобы мне было видно вот тоже интересный вариант как бы сначала ты даже ну непонятно до клиенту что это за дизайн потому что если они не знают они сразу не поймут как это сделано и подсушиваем прям буквально вот на две секундочки то есть и смысл будет тот же самый как мы делали с вами там но исполнение как говорится другое до добавили вот такой вот элемент и уже тоже по-своему прикольно соответственно например сюда уже конечно никакие надписи добавлять смысла нету там да все просушиваем окончательно вот такой вот вариант пока у нас с вами сушится тоже классный вариант но я не стала их все делать то есть здесь уже по мокрому на белом просто кистью там можно обычной любой какой-то даже вот это там до мазков можно кистью для градиента сделать и делайте опять же по слайдеру по мокренькому чтобы немножко все растеклось тоже по летнему классно мне кажется вообще то есть ты берешь опять же под любой цвет подбираешь и под желтый под зеленый там и оранжевым можно сделать и розовым то есть все по-своему красиво тоже классный вариант можно просто по мокрому там какие-то точки ставить то есть вариантов здесь еще конечно масса да и то же самое опять что берем ремувер если вдруг кто-то подключился мы не видели с вами потому что евро клинцером сложнее это все убрать и вытираем смотрите как прикольно получилось вообще огонь как бы здесь белым тоже было бы прикольно если сделать до молочным не этим самым не с пигментом а молочным чуть-чуть забелить тоже по-своему красиво смотрите два варианта то здесь просто у нас с вами да а здесь добавили вот такую фишечку и уже как прикольно смотрите как интересно вообще получается вариант то есть такой прям яркий яркий вариант для любителей экстрим чекам ну чё давайте здесь может матовым покроем да у нас разные с вами варианты были вельвет соответственно я беру и опять же да то есть сочетание цвета может быть любым вообще здесь вот здесь получается вообще даже но она на любом тогда практически даже три цвета всегда получается с маникюр вообще может быть до сюда ты подобрал любой цвет можно ну и давайте сделаем вот такой вот вариантик пока типсинка будет наш с вами сушиться до легенький я как бы всегда а как на черном сделать ну давайте что показать тогда на черном как сделать да я хотела показать вот такой ну я думаю это такой несложный давайте покажу на черном тоже классный вариант берем соответственно черный цвет с вами тогда покрываем да и он вообще элементарный дизайн если здесь я еще там что-то вывожу да ну опять же смотря что здесь вы хотите то вы должны это понимать да уже как бы показали клиенту пока там делаете уже в голове себе все это там прорисовали вот смотрите в матовом вариант ну я люблю и так и так я не могу сказать что больше мне нравится просто видите в матовом как он классно читается как бы в глянце вроде бы блестит все такое красивое да такой прям глазурь к а в матовом вот она как-то четко все получается выглядеть как прикольно вообще покажите хорошо сейчас делаем черный благодарю вас за обратную связь всегда тоже это конечно тебя мотивирует когда-то вещаешь не в пустоту так черную нас с вами сохнет а пигменты 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 ну чё сделаем чё сделаем ну вот здесь у меня прям видите вот вообще цветные есть да то есть ну давайте вот и розовый сделаем и так сделаем да возьмем тогда опять наш листочек у нас . красота очень красиво конечно эта тема вот с пигментами значит смотрите девчонки здесь немножко уже по-другому а я беру т-класс или там любой не знаю можно покрыть матовым матовым очень хорошо просушить но я знаете вот я привыкла все равно вот по классике как говорится проверенным методом обязательно нужно чем-то покрыть для того чтобы на что этот пигмент прилип только туда куда нам нужно понятно да ты классом или матовым сушим сейчас смотрите можно просушить 30 можно минуту если боитесь перестраховаться а то подольше лучше сушим и обязательно еще бафом пройдемся вот я еще раз повторюсь что здесь конечно вот например порисовать нам нужно будет да но мы сейчас не будем в прямом эфире такое делать это ну как бы долго здесь нужно посидеть хотя я могу показать я очень люблю эту рептилию прям вообще обожаю вот здесь попроще просто какие-то полосочки маски можно вообще делать этим кисточка из тюбика то есть вообще не забивать голову можно делать губкой можно кисточка из тюбика то есть вариантов вообще масса я сейчас постараюсь вам на одной тип синки показать как бы разные маски вот и смысл один и тот же только здесь я буду делать например чистым там гель-лаком да а если мне нужно вот более порисовать то я смешаю гель-лак белый с альпийским снегом почему не чистым альпийским снегом потому что в альпийского снега нет дисперсии и пигмент на него не вотрется поэтому для того чтобы порисовать рептилию но гель-лак жидковат поэтому мы смешиваем его с краской и тогда будет и четкость и липкость у нас сохранится когда вот под вот это попроще до под мазки чистый гель-лак и вообще не забиваем голову берем баф вот этой вот всегда мягкой стороной легенькой и обязательно текла сбафим иначе у нас прилипнет не туда куда нам надо обязательно проходимся то есть мы убираем вот это все обезжирить недостаточно обязательно нужно вот так вот легенько пройтись обезжириваем естественно поверхность нашу все обезжирили и теперь берем смотрите можно прям кистью из флакона можно тоже мне нравится вариант вот такой вот обычной хозяйственной губкой смотрите берем с вами тогда вот так вот на поле она вот у меня есть вот у меня есть смотрите сейчас мы сделаем вот так вот губкой вам покажу единственное что губка может пузыриться как бы но тоже вариант прикольный давайте вот здесь поставим с вами губочкой вот так вот вариант то есть где-то она будет там чуть больше где-то чуть меньше такие знаете как брызги получаются немножко они разные да вот я поэтому хочу вам показать по-разному то есть где-то должно быть чуть больше и вот смотрите беру сейчас прям кистью из флакона то есть даже если не брать дополнительные очищаем ее хорошо и делаем вот как там уже более такие вода чтобы было побольше например белого она будет ярче у нас с вами смотреться и так вот по ноготку ставим в хаотичном опять же порядке как нам нравится то есть вот видите разницу кому-то может быть понравится вот так то чтобы было не сильно ярко а кому-то например хочется вот чтобы было совсем вот так вот поярче до белого больше поэтому здесь уже вы смотрите я говорю всегда основываясь там на своих клиентах и вот губка очень аккуратно немножко могут быть пузырьки но ты тоже не критично можно убрать то есть где-то вот можно взять там добавить чуть больше там до поярче беленького где-то так красиво до от губки она расходится таки мелкие получаются то есть вот вариант уже как вам больше нравится и не забываем на 15 секунд не пересушиваем с вами эти кисти я всегда вытираю сразу все обработала сразу кисточку вытираю 15 секунд мы с вами сушим и ничего муж с вами принципе это это пробовали то есть без разницы боли чуть не рассыпала подставлять варианты разные могут быть дайте от розовыми рассыпался если взять синенького тоже там фиолетовый фон красиво уходит фиолетовый то есть тут все по-своему красиво чего не возьми все красиво получается здесь уже как говорится ваша что вы хотите видеть то и делаете вообще можно то есть все цвета какие есть воплотить вытираем хорошо ну может быть тут видите вот нужно очень аккуратно когда много цветов получается чуть грязновато но все аккуратненько отряхаем вот тут вот видите где получился оранжевый и зеленый то здесь тоже нужно не спешить всегда очень аккуратно потому что вот может грязновато но мне вот все равно нравится получается очень красивый вариант всегда начинаем со светлых и потом только уже переходим все она вот тут вот где на черном она это уйдет потопом это видно не будет ну вот надо было все таки вот видите когда много тоже не очень красиво вот розовый здесь самые оранжевые самые получились красивые и все берем и покрываем топом здесь уже тоже по желанию на смотреть вот у меня здесь все матовое давайте вот сделаем глянца хорошо просто кисточкой вот или вот я же говорю опять же пальчиком ничего пигмент никуда не денется можно знаете как вот на черном здесь вот можно там же мы убираем с вами то есть мы делаем под дизайн и нам там с вами не важно это а вот здесь можно прихватить чуть-чуть поставить в лампу у нас же там белый с вами не досушенный поэтому мы ставим на 15 секунд в лампу тоже досушиваем вот так будет гораздо как бы эффективнее берем нашу красоту с вами и теперь берем давайте вот здесь глянцевыми сделаем вот видите зеленый с оранжевым да и синим получилось грязновато а вот розовый видите красиво все получилось то есть когда мы перекрываем чем удобно на черном на белом так не получится сделать то есть это вариант только для черного но на белом видите вот мы можем убирать сейчас перевернем чуть-чуть все красивенько было сейчас просушим и будем с вами общаться то есть вот такие вот два варианта да на белом видите мы втираем сразу на белый на черном немножко по другому но вариант классный вот так вот на лето то есть еще такие вот для пушки поставил и все классно ну вот смотрите поближе вот видите розовый классно вот если бы было розовый там синим да а вот тут где уже вот чуть-чуть оранжевый накоси порил потому что синим получилось грязно вот поэтому здесь тоже вот есть такой момент в пигментах да нужно очень аккуратно но вот эти дизайны мне они очень нравятся вот смотрите для сравнения теперь сейчас мы послушаем что класс сейчас такое немножко все равно липучим остается его нужно сушить подольше ну дочка еще покрою чуть-чуть вытащил рано и все но вообще вот на лето такие игры есть такие клиенты которые черным не брезгуют поэтому у вас должны быть всегда разные варианты да понятное дело что кому-то там с беленьким по кайфу да они балдеют еще сюда наклеим а кто-то и черным не побрезгуют да и летом то есть вот варианты как бы до должны быть разные что у меня есть такие клиенты которые прелюбливают черненький причем есть такие клиенты которые дачники да они вообще летом только черный вот поэтому у вас всегда должно быть разнообразие вот видите сколько уже вариантов да то есть кому-то в глянце кому-то в матовом здесь уже кто что любит ну и вы поняли да что вот этот вариант точно такой же как и вот это просто здесь я рисовала повторки полосочки до всякие здесь пятнышки здесь уже кому как говорится чего больше нравится ну и вот он вариант даже валяться я конечно вот если на черном мне прям вот больше все-таки нравится в матовом варианте как-то вот они покруче что ли смотрятся стильно более а так конечно уже там на любителя все красиво спасибо благодарю благодарю вас за обратную связь вот ну что давайте еще у нас даже время еще есть давайте еще что-нибудь сделаем какой-нибудь вариантик ведь я сколько вам тут набросала сегодня давайте вот этот простой который сделаем как бы поэтому по беленькому по мокрому тоже вариант такой то здесь понимаете ли это конечно вот эти вот все неоновые моменты здесь можно экспериментировать вообще мне кажется до бесконечности просто время есть пропадать будет до сушим здесь уже сушим нормально как бы полноценно там 30 секунд например опять же от своей лампы всегда нужно отталкиваться потому что у всех по-разному кого-то там чуть постарше у кого-то по это поэтому нужно от своей лампы вот здесь я брала ну понятно зелененький и желтенький вариант тоже такого сочный не знаю мне прям нравится мы вот тут раз с вами делали стемпинг в этом сочетании да ну и здесь вот я тоже попробовала прям не знаю я балдею берем слайдер топ спасибо за сердечки девочки слайдер топ и тоненько-тоненько наносим то есть вот я прям взяла и кисточкой растягиваю кисточкой прям растягиваем потому что сейчас еще будем добавлять как бы по мокрому до чтобы это все нанесли слайдер и берем там все все это вот вытру тут уже любой берем цвет какой там нам нравится да давайте чем на там было желтый до можно взять вот такой вот корольчик ну это же там например желтым да тоже будет красиво яренько может быть там и зеленого даже можно добавить не просто розового нету вот смотрите то что там я делала да опять же без разницы можно сделать прямо можно сделать там по диагонали что простекалась да можно там дат сам просто поставить там какие-то капельки здесь уже тоже вы там смотрите как вам нравится цепляем там на кисточку и можно сделать вот там например с двух сторон какие-то полоски до так например да и там с этой стороны развернуть тоже красиво можно сделать вот так тоже есть как бы свой там смысл да да и там это тоже красиво то здесь я говорю можно видно вообще что-нибудь не кажется найти расходится и оно естественно растекается да можно это сделать без растекания то есть по сухому тоже красиво вот такие варианты а можно вот она видите когда растекается тоже такой незатейливый получается тоже по-своему красиво и опять же сюда любые надписи там да все это использую смотрите вариант здесь было такое по диагонали здесь вот так вот яренько тоже такие цвета не знаю мне прям очень нравится то есть вариантов на самом деле миллион сколько мы с вами то есть видите дизайна на самом деле несложно я всегда стараюсь такое подбирать вот чтобы это было как говорится не сильно геморрой на вот мы даже уже в эфире смотрите сколько сделали мы сделаем то есть я уже вот вам до три варианта показала именно то что мы в эфире разобрали с вами и вот еще делаем 4 с вами успели поэтому все теперь если мы с вами хотим что-нибудь наклеить да нужно конечно покрыть ты классом или обезжирить ну кстати вот здесь я бы даже чтобы не утолщать я обезжирила здесь ничего такого нету нефтирки не градиента поэтому можно взять обезжирить обезжирить и допустим там добавить шарми кончиков каких-то прикольно еще вот эти штучки кстати да вот они у меня здесь тоже их использовала вот эти вот полосочки такие абстрактные классные тоже можно с ними да можно с надписями играться но я конечно вот люблю вот что-то вот такое ведь вот как красиво то есть у нас здесь идут длину да и вот такую вот надпись мне кажется больше ничего не надо вообще все равно здесь все будет классно смотреться и пятна эти сюда подойдут и все и любая там надпись да ну вот это вот прям мне кажется такое вроде бы и не сильно много да и в то же время как дополнение всегда очень красивый я обожаю надписи они всегда очень классно добавлены дополняют и дизайн более всегда приобретает такой стильный вариант тоже например вариант да можно сделать опять же в матовом попробовать да это там пусть будет в глянце да этот попробовать матовым чтобы варианты были разные где наш слайдер почему слайдер если допустим под глянец я бы взяла т класс но под матовый топ я обожаю слайдер тогда все носится очень хорошо из практики это я гарантирую сто процентов всегда матовый топ потому что матовый топ это дизайн по сути да то есть это как финишное покрытие он там мягковат немного будет да и них не у всех он выдержит мы покрываем слайдером с вами там сушим 30 секунд и потом перекрываем матовым уже вариантом поэтому пробуйте экспериментируйте благодарю спасибо девочки мне очень очень приятно с вами общаться и теперь берем вельвет как мы сегодня с вами палатотворно поработали я конечно когда делала вот такой дизайн у меня вот был с розовым но был не вот такой не в синий уходил а наоборот я начинала вот так вот из розового и в желтенький уходил красиво и остальные ногти были естественно тот розовый такой фуксия цвет был красиво ну и соответственно клиенты видя это тоже просили себе смотрите какие классные два варианта то есть вот это вообще элементарно можно не использовать слайдер да можно просто кистью там брать любой да и делать там какие-то всевозможные разводы мазки то есть здесь вообще абсолютно да я вот показала вам по слайдеру то есть они такие более получаются видите размытые ну смотрите как матовым классно не знаю мне очень нравится варианты вот эти вот так что мы с вами заканчиваем наш эфир смотрите сколько мы красоты с вами нафия чили сколько мы успели да ну к сожалению пора прощаться нам с вами и до новых встреч я рада была с вами находиться здесь целый час так что до новых встреч всем пока пока